Здравствуйте! На предыдущих уроках мы подробно рассмотрели инструменты линия и стена. Это основа для работы в модуле интерьер под ключ и залог правильного построения многокомнатного проекта. На этом уроке мы рассмотрим построение нескольких комнат, с которыми к вам обращаются чаще всего. Это ванная и санузел. Это самые популярные запросы от покупателей. Начинаем построение. Выбираем задать контур помещения. Включаем привязку к ортопроекциям. Отключаем симметричность. Так как будем рисовать против часовой стрелки, выбираем толщину слева 0, а толщину справа установим 100. Начнем с ванной комнаты. Кликаем левой клавишей мыши по инструменту стена и начинаем строить. Размеры помещения 2000 на 1500. Готово! Теперь приступим к построению санузла размером 900 на 1500. Как правило, они имеют общую стену. Каждое последующее помещение начинаем рисовать от линии привязки. Наводим курсор на линию привязки. У вас появляется красный крестик. Это работает привязка к ортопроекциям вершин чертежа. Если курсор вне линии привязки, красного крестика нет. Итак, находим точку, от которой начнется построение. Кликаем левой клавишей мыши и тянем. Так как мы начинаем строить от внутреннего угла ванной комнаты, то значение длины санузла должно включать в себя и толщину перегородки, то есть 100 мм. Плюс 900 мм. Это длина санузла. Таким образом, вводим уже значение с учетом толщины перегородки. 1000 мм. Фиксируем клавишей Enter. Рисуем следующую стену. Вводим значение 1500. Enter. Теперь в ручном режиме дорисовываем последнюю стену, ориентируясь на привязки. Обратите внимание, если мы доводим до края стены, то внутреннее пространство остается белым. Это значит контур не замкнулся и помещение не построено. Как только мы дотягиваем до линии привязки, тут же появляется цвет. Контур замкнулся. Фиксируем левым кликом и заканчиваем построение нажатием клавиши Enter. Каждая комната внутри контура будет иметь свой цвет. Завершаем работу с проектом. Выбираем высоту потолка в панели планировка, этаж, поле высота. Вводим значение в миллиметрах, фиксируем Enter. Далее нажимаем клавишу закончить. Выбираем материалы для поверхностей и шов. Поле глубина при построении проекта стенами не используем. Нажимаем ОК. Готово. Вот так выглядит проект, построенный в модуле интерьер под ключ. Согласитесь, этот способ гораздо быстрее и эффективнее, чем построение каждой комнаты в отдельности. В этой части урока мы отдельно рассмотрим ошибки, которые встречаются при построении многокомнатных проектов. Итак, ошибка номер один. При построении двух и более комнат откладываете толщину будущей стены на текущей. Выглядит это так. Строим стену. Вводите длину первого помещения. Далее следует перегородка между комнатами. Толщиной, например, 100 миллиметров. Следом вводите длину второго помещения. Достраиваете проект. Строите перегородку от заранее отмеченного участка. Готово. А теперь обратите внимание на место соединения стен. Здесь образовались две линии привязки. Так делать нельзя. Это приведет к ошибкам в проекте. Особенно, если от этого участка нужно построить еще одну комнату. Вот так. Там, где мы с вами заранее отложили толщину стены, образовался треугольник. Это неправильное соединение и повлечет за собой некорректную работу проекта. Как правильно строить стены мы с вами рассматривали в предыдущих уроках. Ошибка номер два. Строить стены не от линии привязки. Пример. Построим помещение. Линия привязки в нашем проекте идет по внутренней части стены. Следующее помещение вы начинаете строить от внешней части стены, ориентируясь только на контур проекта. По предыдущим урокам вы помните, что если помещение построено правильно, то пространство внутри проекта должно поменять свой цвет. В нашем случае фон внутри второй комнаты остался белым. Это значит, что контур не замкнулся. Помещение построено неправильно. Линии привязки не пересеклись. А теперь сравним, как должно быть. Линии привязки пересеклись, контур замкнулся. Цвет фона внутри помещения изменился. Ошибка номер три. Это откладывать участки в стене для дверных или оконных проемов. Рассмотрим на примере. Строим помещение. На стене вы сразу делаете отметку для дверного проема с отступами от стен. Завершаем построение и устанавливаем дверь. Обратите внимание, у вас сформировалась дополнительная плоскость, и в проекте она будет видна. Удалить эту плоскость после построения нельзя. Единственный выход – это перестроить проект, удалив всю стену. Окна и двери устанавливаются уже после построения проекта. Дополнительных ориентиров в векторном редакторе ставить не нужно. Ошибка номер четыре. Это построение стены поверх имеющейся. Например, создадим проект. Продолжим строить следующую комнату, проводя мышкой по построенной стене. Готово. Видно, что построенное помещение не имеет цветного фона, плюс появились дополнительные границы на первоначальной стене. Так строить нельзя. Ошибка номер пять. Наращивать толщину стены дополнительными стенами. Пример. Построим простое помещение. Добавим выступающий участок при помощи новой стены. Обратите внимание, линии привязки от стен расположены впритык друг к другу. Так делать нельзя. Это приведет к ошибкам в проекте. Выход из положения. Это построение стены, используя и толщину слева, и толщину справа. Удалим неправильно построенные стены и отрисуем их заново. Сохраняем толщину стены слева в 100 мм. И добавляем толщину справа. Значение берете согласно проекту. Начинаем строить стену от линии привязки. Вводим длину этого участка. Далее толщину слева возвращаем в исходное значение 0. И достраиваем стену. Готово. Это примеры самых частых ошибок, с которыми мы встречаемся, анализируя работы наших пользователей. Обратите на это особое внимание. Правильное построение поможет избежать проблем с более сложными проектами в дальнейшем. Проект ванной комнаты и санузла построен. Установим двери. В проектах, построенных через модуль интерьера под ключ, можно работать в рамках одной комнаты, остальные скрыть. Для этого выделяем поверхность нужной комнаты. Это может быть пол, стена или потолок. Нажимаете правую клавишу мыши «Сделать комнату активной». Остальные комнаты тут же скрываются. Повторный правый клик по проекту «Сбросить режим активной комнаты» позволит вернуть весь проект на рабочую поверхность. В каждой комнате проекта можно выбирать свои материалы. Для этого выделите поверхность комнаты, правая клавиша мыши, «Свойства короба». В поле «Имя» вводите название помещения, например, «Санузел». Это название отобразится в технической документации. Выбираете материал стен, потолка и пола. Нажимаете «Ок». Готово! Можете приступать к установке мебели и укладки плитки. Делайте это привычным способом. Вот такой полноценный дизайн-проект вы можете построить для вашего покупателя. Согласитесь, видя перед собой сразу все помещения, нуждающиеся в ремонте, клиенту будет проще подбирать коллекции плитки, цветовое решение, а также он сможет увидеть, как выбранные материалы сочетаются между собой. В итоге без покупки товара он точно не уйдет. Поздравляю! Сегодня вы научились строить проект с несколькими комнатами на примере самого популярного запроса «Ванная и санузла». Это поможет сэкономить ваше время и время клиента, наглядно показать применение той или иной коллекции в разных помещениях и, конечно, увеличить сумму чека в разы. Желаем вам удачи и до встречи на следующем занятии! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!